День. Мы с вами находимся в католическом храме Успения Богородицы, Девы Марии, который расположен рядом с Метро-технологический институт. Это католический храм, который был построен в XIX веке, а именно в 1870 году. И освящен в 1873 году архиепископом Антонием Фиолковским. Знаете, что часть церковной утвари перешла для нового собора из Могилёва. Этот храм представлял интерес для прихожан, и поэтому встал вопрос расширения этого храма вплоть до вмещаемости до 15 тысяч человек. Были проведены реставрационные работы, изменён внутренний интерьер, обновлена роспись, также пристроены боковые пределы, и алтарь был украшен новыми бронзовыми статуями. И повторно этот храм был освящен уже в 1897 году, 23 декабря. Храм представлял интерес для прихожан, и до революции его посещало около 15-20 тысяч человек. Ну а после революции наступили очень тяжёлые времена, как и для всех религиозных храмов и церквей. И католическая семинария прекратила свою работу в 1918 году, а вот приход действовал вплоть до 1930 года. Во время Великой Отечественной войны, годы блокады Ленинграда, этот храм подвергся бомбардировке, как и многие другие здания, и, конечно, требовалась реставрация этого храма. Ну а в 1995 году этот храм был переведён, передан церкви, как и католическая семинария тоже была передана церкви в этом же году. В 1997 году была проведена окончательная реставрационная работа этого храма, ну и он был освящен уже 28 мая 1998 года как собор Успения Пресвятой Богородицы. Это католический храм, здесь проводятся мессы, службы, а также концерты. И сегодня мы как раз будем слушать орган. Вечер посвящён органу, произведения Баха, Моцарта, Вивальди и Поля Мориа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok